Итак, значит, мой основной… У меня несколько направлений, в которых я могу какую-то экспертизу. Мое название – это Восток. То есть я знаком с культурами. Конкретно это Иран и Китай. То есть я изучал языки и культуру этих стран. Это Фарси. У меня основной был арабский язык и немножко Китай. Жил я в Индии, путешествовал. И в связи с этим у меня развилось, так скажем, второе направление – это работа по альтернативной медицине. То есть я получил образование массажа, анатомии, физиологии и развивался еще в разных оздоровительных практиках, типа цигун, кунг-фу, йога и все, что с этим связано. Диетология. И вот это направление, оно очень так совпало с моим мастыковеческим направлением. Людям тоже это все заходило. Было очень полезно. Было много очень приятных отзывов. Мы организовывали туры, оздоровительные поездки. У нас был ЗОЖ-клуб в направлении «Я». Но если кому-то интересно, то на этой почве тоже проконсультировать. Однако это не прошло бесследно. У меня сейчас я создавал базу данных, который сконцентрировал информацию по саморазвитию, самопознанию. Стараясь не привязывать ее ни к какой культуре, а просто технику вычленить. Я сейчас работаю как педагог, работаю с детьми в основном. Сейчас у меня основная работа, я работаю с семьей, дети и ребенка. То есть я постоянно нахожу три дня на неделю с семьей, где я помогаю в воспитании мальчика трех лет. По основным направлениям это развитие интеллекта, развитие эмоционального интеллекта. Мы с ним играем, учимся этике, поведении, мышлении. У меня вот это основное педагогическое направление. Есть, можно сказать, это называется рапсалом человека. Есть потенциал, и наша задача – функция. У тебя уже есть функция, как ты работаешь с этим функцией. Экономическое направление – это твоя функция в собственном. Тоже есть какие-то нераскрытия, как и каждого человека, которые ты можешь раскрывать и переводить их в функционал. Ну, собственно, я вот этим помогаю заниматься. А то, что я работал в сфере массовения, рису, что я рассказывал, где ретриты проводят, это такое, тоже с потенциалом, но с восстановлением потенциала. То есть если мы возьмем вот такую линию, человек может, ну, то есть вначале у него есть, он его может тратить, потом ему понадобится восстановление этого потенциала, и этого потенциала в функционал. Можно работать здесь, развивая функционал, можно работать со взрослыми, и потом развивая какой-то функционал тоже. Собственно, вот у меня вот этот большой бэкграунд в этом направлении, я перевел в базу данных, там шесть направлений, шесть групп навыков, я перевожу в игру, связанную с NFT. Также у меня есть большой опыт работы продюсером на телевидении, журналистом на Live News. Вот, делал новый проект тоже, там, интересный по раздельному сбору торсырья. То есть у меня в этом бэкграунде тоже есть телевидение работы. Снимался в кино, путешествовал, да. В Индии снимался в кино, тоже очень было. Даже в русском кино, коллабратор. Ну вот, если про творческую составляющую, у меня сборник есть моих стихов. Меня издавали тоже в 2020 году по стихам. Плюс я пел свою песню на Первом канале. Ну, у меня есть песни. Еще творческое развитие есть определенное. Постарался описать примерно то, чем я занимаюсь. Видишь, вот, поэтому можно обобщенно о чем-то поговорить. Вот. Окей. А в NFT вообще, типа, почему NFT тогда? Я имею в виду творческий потенциал. Это же направление можно развивать бесконечно. К чему тут NFT? Это же просто картинки. Ну, да. NFT, это, я, значит, увидел это для того, чтобы... Самый потенциал, чтобы мы могли его людям... Понятно, что кто-то обращается, кому-то мы и так помогаем. А вот, знаешь, более массово, чтобы как это дело сделать. Плюс я, смотри, мне пришлось на то, чтобы эти знания, и пенить их, да, в своей жизни, то есть я на собственном опыте это проходил. И меня все время интересовало, а почему это ничего нигде не собрано, знаешь, как, ну... Почему это не дается нам сразу, когда мы учимся? Почему про это... Нету с собой какая-то разрозненная. Вот это пошла сборка вместе, чтобы, вот, знаешь, людям, которые учатся в университете или молодые специалисты, чтобы они могли к ней иметь доступ. А какой у них интерес? Ну, то есть где они... Напрямую искать такой доступ, знаешь, от развития творческого потенциала, что это так называется, понимаешь? Я бы так не искал. А мне было интересно в то время, ну, там, игры, тусовки. Игры, значит, надо... А игры... Развитие. Ну, понятно, есть игры, которые на компьютерах или, там, в гаджетах. Но это... Ну, тут я понимаю, что нужно прям очень... Очень серьезный, глубокий подход именно. У меня вот этого нету, и я пока не знаю, там, где для этого. А NFT, игры, которые сейчас, вот, пожалуйста, и они, как ты знаешь, связаны с реальностью. Ну, то есть это просто, ну, как сказать, ты как-то искал, а на самом деле и ключ, и билет. Вот, и поэтому ее можно использовать, и хайп вокруг нее можно использовать, и людей, которые ты этим... Которые тоже прогрессивно думают, которые криптовалютой увлекаются через это NFT, и могут с прекрасным развитием, вот, пожалуйста, тем проектом, который я тебе начал говорить, который мы делаем. Ну, то есть это коммерческая все равно тема. Ну, я имею в виду, вот, зайти в NFT, потому что это есть хайп, это как-то заработать, продать в любом случае. Ну, да, да, получается, коммерческая, но, знаешь, на самом деле, вот, если мы говорим про криптономику, сколько и что, оно пока непонятно, то есть насколько, насколько именно он должен быть, как там, вот, знаешь, коммерческая, более пользовательная. Вот, например, приходил на прошлую встречу, помнишь, парень Руслан, который у него проект «Опечатки». Я посмотрел, вот, у него же, понимаешь, у него проект, он больше такой за идею, как говорится, он реально очень... Да, да, презентацию я смотрел, прям очень хорошо так сделано. То есть не то, чтобы просто, типа, сгенерированные картинки, у него там вот идея. Мне очень понравилось еще, как у него сделаны... Значит, у него есть вообще очень дешевые, я не помню, за один тон, по-моему, один. Вот, а есть, и потом они идут дороже, 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 и есть один вообще, 199 тонн, который можно приобрести. И считается, что вот у него очень такой широкий охват и широкий доступ к аудитории, потому что он, ну, он и говорит, это, типа, даже не для покупки, это нужно для каких-то сервисов. Вот, может, надо будет разработать, потому что пока экономика, она, как вот в нашем проекте делать. Мы пока думаем, что, ну, естественно, там будет полученная внутриигровая валюта, которую через Oracle можно будет обменивать на тонн, то есть, ну, токен свой или жетон, как говорится, сейчас в проекте будет. И, конечно, да, это, знаешь, хочется его сделать широким, понимаешь? Может быть, даже если вот будет, там встанет вопрос, типа, да, сверхзаработков или вот что-то таком, и так более массовым, и по разумности, вот, скажем так. Нужно разумно подходить и этично, чтобы было. Вот я на это опираюсь. То есть не заработок в первую очередь, а именно разумность и этичность. А если заработок еще, когда мы добавляем финансы, то это и вообще круто. Почему именно тонну, я имею в виду, если вот просто как бы идея-идея NFT, то можно же пойти на Solana там и другие платформы, к тому же они сейчас с OpenSea объединились, и туда релизнуть это буквально вот всю минуту. Или даже через полигон бесплатно. Да, знаешь, у меня мышление, оно нестандартное, не только логики. Я применяю не только мышление в данном, ну, вообще в вопросе мышления. То есть не только, знаешь, как логики туда, где уже все работано, и всегда, пожалуйста, идешь и делаешь. Или там в Solana действительно очень нехорошо. Поменяю интуитивное мышление. Это, ну, то есть, знаешь, идешь туда, как бы я готов. То есть я открытый к этому, к этому. Давай, я готов, я иду. И оно не, знаешь, вот, ну, типа, играет куда-то. И я просто туда не могу идти. Вот. И так же вот с этим эфир и Solana. То есть что-то, как будто что-то не то. А что именно, непонятно. То есть, может быть, оно впоследствии буксанет где-то, куда-то не туда повернем, не получится что-то и все такое. А тон, он сам по себе, вот, в данном случае, я, понимаешь, это само происходит. Просто само. А я, знаешь, поддерживаю эту историю. Вот она, вот, вот, и я такой тон, все круто. И он как-то, знаешь, там, получается, этот проект, то, что мы там встречаемся по воскресеньям, потом раз, вот этот эфир какой-то. То есть оно как-то само так рождается. Сал, который раскрывается. Вот поэтому. Да, тон в этом плане, он такой комьюнити-френдли, и ты вот как-то попытаешь в эту волну и двигаешься, да, так. Очень приятно. А какие планы есть еще дальнейшего применения в NFT? Я имею в виду, ну, вот, игра, своя там, ну, монета, вот этот токен, точнее, более грамотно. А как-то, я имею в виду, это за пределы вот этого всего выходить, масштабировать, скажем так, бизнес, если именно с точки зрения бизнеса говорить. Да, ну, вообще идея была, и мне не ощущалось, и хочется каким-то образом там тоже оказаться, возможно, с местным комьюнити, то есть хочется на международный рынок быть. Да, это, кстати, есть проблема у Тона сейчас, потому что международный рынок сейчас схромает. Но как только начнут поддержку, а различные там маркетплейсы, биржи делать, то она более массовая. И как начнут как раз-таки жетоны появляться на Тоне, и они уже будут листиться, то есть это будет уже не так, что один Тон, как сейчас там продается на эфире, вот типа обернутый, не обернутый, а чтобы на монетке, на Тоне уже были на бирже, вот тогда заживет. Пока просто этого. Все, мне кажется, если полгода назад казалось, это будет через полгода, сейчас кажется, это будет в следующем году не раньше, потому что скорость именно развития, ну, сколько NFT, вот, смарт-контракт появился, по сути, с начала года, кроме этого ничего не произошло. И до сих пор только один маркетплейс в бета-режиме, а прошло 4, сейчас пятый месяц будет. За 5 месяцев есть один маркетплейс в бете. Все, это вот все, что появилось. Вот, в принципе. Да, я с тобой согласен. Медяно. Я с тобой согласен насчет скорости, что действительно, вот мне кажется, можно подкорректировать ожидания, что, ну, у меня тоже было, что сейчас пульнет. Да-да-да, там NFT будут, маркетплейс, смарт-контракты, уже хотя бы монета расти, люди зайдут. Нет, нет. Да. Не нужно, да. То есть я вот сейчас тоже немножко переориентируюсь в том плане, что больше заниматься разработкой самого проекта без привязки, знаешь, к тому, что мы ждем какие-то там тонны или какое-то прям его развитие. Тренинг развивается, оставим его в этом плане в покое. И тоже, именно вот, поэтому я, знаешь, я больше за то, что блокчейн и NFT – это все инструменты, просто инструменты, как дополнительные инструменты, просто какой-то вот твоего проекта. Вот, то есть ты можешь, независимо от того, какие сейчас вот эти инструменты или нет, делать эту технологию. И просто почему именно мы эти инструменты сейчас используем, потому что они сейчас на передовой событии, и они действительно удобно облегчивать сам проект. Вот. Вот, даже, знаешь, кстати, интересный факт. Ну, я вот в основном состою в этом закрытом канале Протона. Это вот ребята, которые делают котов. Вот. И мне понравилось, знаешь, что у них, не знаю, как они так делают, но у них, они не потратили вот на маркетинг-компанию вообще ничего. И они просто очень быстро все продают. То есть там буквально за два часа у них… А, ну, у Сережи Рутон там немножко другое. Он же, во-первых, был еще в самом старте. У него одна из первых команд, которая претендовала вообще на разработку именно типа Тона после Грамма. Вот, поэтому он использует, по сути, ресурс комьюнити, который у него появился с 2018 года. То есть это один типа как Тон Фаундейшн есть, а есть Русский Тон, это его как типа команда. То есть у него, грубо говоря, типа там третья, вторая команда, ну там Тон Вейлз вот на таком уровне. То есть ему маркетинг как таково не нужно. Это вот, грубо говоря, там Тон Фаундейшн на минималках что-то делает. Поэтому вот такой типа ресурс типа репутационный. Плюс валидатор, плюс балансы, плюс гиверы получал. Там как бы у человека миллионы тонов, но вряд ли он там на картиночку за 200 баксов кого-то вкинет. Поэтому тут в этом плане доверие есть. Хотя многие те же картиночки у него покупают, ожидая стейкинг 20%. Ну, как вот там хорошо Кирилл Филимонов написал, большинство не знает, что стейкинг до выпуска этих самых NFT. Люди думают, о, NFT купил 20% в год, да через 5 лет я типа в 2 раза деньги вернул, картинку продал. Короче, X-off много сделал. А это будет до выхода. Как заменить о цене. Что многие, конечно, упускают, потому что приветственное сообщение, перейти на сайт, почитать подробнее. Это что-то очень странное. Тут капсом написано, жирным, 20%, и как бы покупали. Ну, тут больше такая типа репутационная история. В его случае, что на маркетинг не потратил ничего. Понял. А вот про отношения с каким-то комьюнитием, The Stone Foundation, какие-то вылеты, контакты, общения, планы на развитие, поддержка какая-то финансовая, или как это все на голом энтузиазме делается? Смотри, я сейчас готовлю запрос на вот этот фонд, получить поддержку из фонда. Да, только Тон Рокет. Нет, не Тон Рокет, а... Рокетон. Как у нас там, помните? Рокетон, да, Кроудфайл. Да. А и дело, которое дело. Я писал им. Да, но у меня тогда вообще ничего еще не было особо. Я прислал им то, что было у меня у одного еще как давно. Ну, сейчас с командой мы уже делаем, да, это еще без команды. Вот. Они сказали, ну, что вам надо подкрутить проект, чтобы он был немножко на другой стадии, и тогда мы готовы его рассматривать. А пока, типа, нет. Поэтому, ну, какие-то... Ну, я пока это, скажем, из своего кармана все спонсирую, там, типа, ну, что-то мы делаем, да. А так, конечно, ну, я думаю, что... Просто это все, оно про образование. Я работал в школе, в частной школе на Рублевке. Там вот использую образование. Да, нету... Такого авторитарного объяснения какой-то темы, когда, знаешь, там, я тебе что-то стараюсь втереть. Вот. А там именно средой, то есть условиями, создаются такие условия, как бы не означает, ты обучаешься аккуратненько так. И это помогает ребятам в настоящем их скрытые таланты. То есть их внутренний, как это называется, social value. То есть то, где они будут в социуме, кто-то из них там будет дизайнер, кто-то какой-нибудь, даже геймер пускай. То есть какой-то их полезный навык. И проработать индивидуальный маршрут без нарушения их личной границы. А в обычных государственных школах там очень сильно нарушают границы детей. Это им найти свой путь на счет таким образом. Собственно, вот это еще, оно, как знаешь, такая, которую хочется при помощи такого проекта закрывать. Я думаю, что в итоге он должен людей, и его поддержит сообщество. И сообщество, и, возможно, и ТОН выделить средства. Вообще, как-то мне кажется, что люди, которые занимаются ТОНом, а пока что у меня такое видение из тех проектов, с которыми я общался, из тех проектов, с которыми я сталкивался, это люди, которые, знаешь, здравомыслящие. Ну, это понятно. Было бы странно, если бы находиться было бы в ТОН, смотреть на команду, и такие какие-то неадекватные ребята, попробуй с ними поработать. Просто люди, которым, ну, скажем так, мы не будем на одной волне, которые занимаются другим блокчейном. Ну, другие блокчейны, кстати, очень многие делают из разряда прям коммерцию, коммерцию выпускать. В ТОНе как-то вот сейчас не про коммерцию, то есть именно за развитие продуктов, за какая-то инфраструктура, за какую-то революцию, не за выпуск чего-то своего. Хотя, ну, я имею в виду при такой команде, при таком маркетинге можно было вообще пойти на другой. Там на эфире что-то сделать кастомное, и вот уже заработать просто денег, уехать себе красиво, следуя дорожной карте. Там, типа, первый пункт собрать денег, второй пункт купить ламбу. Ну да, заметил еще, что события, которые происходят в политической, и они имеют какое-то отражение в виде вот, что там как будто ребята кропят над тем, чтобы сделать что-то новое, вот знаешь, как вывести страну, в том числе, в виде народа. Другое вот это, ну, более легчествование в виде перевода в денег. То есть оно, видишь, как-то на поле с кейтожом коррелирует. Я вот с этим как раз недавно столкнулся, платил человеку, и если раньше он мне там просто кидал счет, я со своей картой оплачивал, там, да, какая-то комиссия банка, да, это не так удобно, где-то ограничения, но в целом нормально работало. То сейчас это, по сути, стало невозможно, я думаю, давайте тонны переведу. Ну, объяснил, вот что это такое. Дает номер кошелька, я там перевожу несколько тысяч долларов в эквиваленте. Буквально полминуты все получил. Вот никаких комиссий, никаких там задержек, никаких там свифтов. Прошел перевод, не прошел. Я помню, когда появились все эти ограничения, через свифт сам себе переводил доллары. Там банкорреспондент идет в Германии. Платеж шел где-то недели две, потом его вернули, отклонили, и мне просто никакой перевод не случился. В итоге вот две недели, а денег и сам себе переводил, просто на свой зарубежный счет. А перевод еще отправил до того, как велись ограничения. То есть он где-то вот на середине потерялся. И с блокчейном такого не будет, что две недели я отправляю там тоны, а они на середине где-то застряли и вернулись потом. Это просто ужасно. А ты говоришь про то, что две недели, да, у тебя деньги там. Это как ограничение, да. И те люди, которые вот эти сервисы создают, они как будто это не создают, а для себя, знаешь, так чтобы... Потому что, да, сделать сервис, где человек управляет сам себе капитал и две недели ждет, потом его не получает, ну, хоть вернулось. Или нужно доказывать. Я помню, переводил у меня вот несколько гражданств, и я сам себе тоже переводил, и банк, корреспондент тоже запросил подтверждение, на каком основании я перевожу этому человеку деньги. А я говорю, так это же как бы я. Вот, у меня есть второй паспорт. И надо было тоже, и мой, типа, основной банк объяснял, что это один и тот же человек, он сам себе деньги переводит. У него несколько паспортов, вот документы. Ну, нужно было объяснять, и эта сумма там не какие-то, там, сто тысяч долларов было. Вот. Хотя у меня имя одинаковое, фамилия, не то, что там к какому-то другому перевел. Дата рождения одна, и я говорю, а кто это? На каком основании он ему переводит? Ну, вот, это, конечно, абсурд. И при этом это все требует еще дополнительной комиссии. Общаянная... Слушай, а вот интересно твое мнение, мнение насчет того, что, допустим, ну, может, да, там тон разовьется, когда появятся какие-то люди, которые, ну, знаешь, там, мошенники, еще кто-то, прям такие. Я не сталкивался, слышал про какое-то мошенничество, да, написали, что есть кто-то. Да, вот буквально вчера стали появляться такие истории все больше и больше. Вот. Вот как ты считаешь, в теории появится какая-нибудь мошенническая биржа? Ну, конечно, появится, потому что сейчас даже NFT тех же нет, начали делать рассылку о том, что вот кошелек, начали там создавать еще какие-то типа там сайты левые, отправляю деньги на кошельки, отправь обратно, ты станешь валидатором, деньги твои умножатся. Или там типа раздача атомов от Телеграма, лендинги стали появляться, их там продвигают в SEO, чтобы в Яндексе, в Гугле находились, люди заходят, введите ваш там ID, введите кошелек, ну, так правдоподобно выглядит, авторизируйтесь, отдайте нам данные и вот переведите перевод для верификации ну, типа вас как личности, что вы там не бот какой-то. Отправьте деньги, мы вас верифицируем, а потом вот вернем вам больше. Ну, вот такие мошенничества это как бы, ну, типа плохо. Но если я имею в виду, вот мне очень интересно, появятся ли площадки типа как запрещенная гидра, которую закрыли, вот появится ли что-то подобное, потому что ТОН тоже же, ну, как бы доступное средство для этого, стабильный достаточно курс, низкие комиссии и по сути, ну, ну, он прозрачный, да, но он прозрачный такой же, как биткоин. И можно его использовать так же само в каких-то там запрещенных направлениях и достаточно удобные средства для перевода. Плюс есть мосты на другие блокчейны и, соответственно, можно поменять на тот же эфир через мост там или на бинансовский и, ну, свапнуть и потом уже куда-то деньги увезти. И в этом плане ТОН тоже достаточно удобный. И вот, возможно, если бы такое даже сделали, это бы его немножко и хайпануло и может быть курсовый раз. Вот. А к такому направлению нормально отношусь, потому что, ну, это же как доллары. И если их там используют и мошенники, и как бы, и наркоторговцы, и все используют, это нормальная тема. Наоборот, любой, как бы, любая монета, любой ресурс должны быть, но распространены. А ограничений не должно быть, потому что это же как слово. Видел, ТОН вырос на 13%. Что это такое? Сейчас? Нет, не видел. Ну, сейчас там уже 2 доллара, 11 центов. А, ну, это я пока 3 не увижу, которые были, которые я помню. Или там 4. Это ерунда. Да, 4. Да. Слушай, я сейчас вспомнил буквально месяцев назад еще, и до этого там тоже где-то. Вот куда-то меня девочка спрашивает, которая вообще в крипте никак не занималась. Она, знаешь, там, шьет платье и увлекается природой, и все. Вот. И она, значит, спрашивает, Юр, а ты вот случайно не знаешь, что такое ТОН? Я такой, знаю. Она говорит, слушай, мне тут предлагают купить ТОН и скидывает мне ссылку, что это рассылка в Инстаграме, в Инстаграме. появляется такая дуров разработанное оружие против правительства, чтобы спасти народ. Значит, ТОН и не видел это, нет? Это прям, ты чего, это же прям известная фигня мошенничественная. Ты туда закидываешь деньги и ты получаешь процентов сразу, ну, то есть там в общем заломали код какой-то, что ТОН, вот надо ТОН. во-вторых, ну, то есть люди, кто в ТАЛЕ, как им кажется, да, еще что-то, правительство, у них это прям спасительный круг, я тебе говорю, девушка, меня просто это не ТОН, но вообще ТОН есть, я и объяснил, что такое, то есть в чем там разница, вот, ну, люди, они прям, это давно я видел. Ну, вот как раз в образовательной, в образовательной теме у нас люди не сильно разбираются, что такое блокчейн, ТОН и Эфир, Биткоин, что это не просто там, ну, это практически одно и то же для человека, это просто монетки там, и каких-то революций особых для человека нет, для обычного, который просто хочет покупать, оплачивать и все. И вот у нас, если взять там Россию, Украину и такие страны постсоветского пространства, то для нас, вот NFT тема, она пришла, когда на Западе уже все разыгрелись, уже все ушли от картинок, стали делать игры, у нас это только вот появилось. У нас всегда так должно быть запозданием будет, мне интересно или нет? Какое мнение? Если брать Дубай, мне тоже они опережают намного впереди, это зависит от, знаешь, от нескольких факторов. Если мы посмотрим в историю, то распад Советского Союза, то началась, знаешь, как убрали учителей, и социального, социальный их как бы подвинули. Туда начался куриные ножки Буша, то есть какие-то джинсы, еще что-то, ну то есть некое, то, что на Западе некуда было девать, вот оно все хлынуло сюда, это спасло экономику Запада, а нас немножко начало заваливать, как мы, и постепенно, вот сейчас, несмотря на вот эти все события, мы, возможно, в 2025-го, может быть, все выровняется, в 2025-го. То есть, по крайней мере, план, есть план, есть план, называется, дорожное изменение президента, то есть, к 2035-му году открытие нескольких новых рынков, один из них здоровье, отношение, это агентство статистических инициатив, вот это направление, они проектируют, знаешь, на всем, чтобы появлялись не больницы, там, а здравые, где помогают сохранить, не лечат болезни уже существующие, а помогают правильно вести образ жизни, мышления, чтобы не болеть, вот. Ну, это только планы, если взять тот же Объединенный Арабский Эмират, это за 15 лет, там есть, да, в Арабских Эмиратах там сейчас, понимаешь, я вот когда там сейчас, там две недели, там вообще нету вот этой атмосферы, нету атмосферы какого-то страха, какого-то, типа, что делать, не знаешь. Чувствуешь себя свободно при этом наказание за не, за право, как бы, нарушение закона, они как бы в разы больше, чем в России, то есть, там отсидеть можно больше, вот, как одного маслова. Да, вот там маслова и какого-то посадили, который с деньгами игрался, его вроде как за это закрыли, ну вроде как, может за мошенничество, но в том плане, что у нас там отношения к деньгам какие-то, ну люди там голыми фотографируются, какие-то пранки, то есть, у нас такая, ну, свобода слова и вседозволенность есть даже больше, чем в Америке, но при этом ощущение несвободы, оно присутствует постоянно, и ощущение вот типа страха какого-то, хотя, с точки зрения закона, у нас свобода. Вот смотри, я тебе могу сказать, как, все-таки, ну, у меня есть экспертиза, и я занимаюсь очень плотно именно возрождением, то есть, слово культура, это ты взращиваешь разумность в себе, вот, и нравственность, вот есть определенные нравственные устои, нрав, это, то есть, допустим, на любовь, на доброту, то есть, понятия, скажем так, философские, но они вполне ощутимые, когда ты их применяешь кому-то на практике, вот, то есть, некий нравственный стержень, вот этот духовный нравственный стержень сейчас у России, он утрачен, ну, утрачен, так сказать, он пошаток очень, вот если мы возьмем, особенно Москву, какие-то центральные города, там, в большинстве своем народ, получается, он ориентирован на материальные накопления достаток, если взять Дубай, к примеру, я не, я же там не жил много, я не знаю, но знаю культуру, там у них очень жесткая, именно религиозная управление, каждый человек верит в Бога, и то, что Бог управляет страной, а не кто ты, и типа, вот Бог, ему надо молиться, а молиться, это не значит, какие-то обращаться к нему, а искренне, и вот они читают намаз, то есть, у них является в сторону каких-то высоких вещей, логовности, не материальности. Да, и соответственно, у них материальность, хоть она и есть, она для них не очень дна, в плане, ну, Феррари, хорошо, ладно, пойду пока, но это не главное, вот, а из-за того, что у нас, вот, знаешь, тут я не силен, тут нужна уже человек, который в истории именно России, может, знаешь, там, Советский Союз как-то застать, какие там были ничения, возможно, да, на роскоши, люди до каких-то материальных у нас роскошных вещей до сих пор не понимают, что они ничего эмоционального, внутреннего, точнее, не эмоционального, а глубокое состояние счастья не дадут они вот эти вещи, вот, но все равно люди к ним нацелены, приезжают из провинции в столицу, чтобы зарабатывать денег, и при этом зарабатывать их неэтично, им все равно, то есть как, и вот это как раз отражение политики неприятной, то есть оно как зеркало работает, и вот если бы, то есть надо начинать как раз с образования, если правильно, раньше у нас ГИКу преподавали, такой был предмет, то есть учили думать, сейчас думать не учат, что когда в мысли в голове крутится, это типа я думаю, это не так, это ты не думаешь, и то есть люди даже не знают некоторые, что они не думают, вот, а размышлять это разделять плевел, то есть истина, знаешь, как истина, вот размышление начинается, ты движешься, вот это, вот это бы надо снова возрождать и давать нашим детям, и тогда вся страна, ты увидишь, как просто возродиться вот из этого, из внутреннего духовного стержня каждой духовности без привязки к какой-то религии, то есть не христианство, там не, а сама вот по себе просто этика поведения, да, и мышление. стоит ли преподавать, допустим, христианство даже в школах или нет? Знаешь, любая религия это догмы, то есть в каждой религии есть искажение вот этой истины, то есть люди сначала начинают выполнять догмы, а это уже неправильное, что догмы, уходя от догм, они приходят к уши. Вот надо бы как-то, знаешь, надо вот, я же начал с чего, то, что учителей и врачей его очень сильно уничтожили, восстановить правильно, потому что, когда учителей и врач, они сами по себе ребята крутые, духовно развитые и многогранно тоже прокачивают по всем, если взять вон там все этажи, там, да, физичная, интуиция, когда тело у него, то есть приятный человек внешне выглядит, потом средний этаж, там, это эмоциональный интеллект, когда он с тобой может пообщаться и ты не почувствуешь, что он тебя как-то подавляет или еще что-то, то есть нормальное общение, то есть вот такое. И логически развитый интеллект, это когда вот в шахматы может сыграть с тобой как-то просчитать стратегию государства, ну, что-то поговорить на кем-то разной речи, вот, вот три этажа, и он продолжает быть учителем, и плюс он еще профессионал в своей какой-то узкой области, все, тогда на этом все будет держаться и страна. У нас как раз есть подавление этих двух профессий с точки зрения заработка, и вы как раз эксперты, они не идут в городские поликлиники там и так далее, не ищут себя в частных, а по возможности уезжают за границу, потому что зарплаты врачей за рубежом по сравнению с нашими, это вообще ни в какие рамки не сравнится. если они везде в топе, так сказать, находятся, то у нас в другом месте. Вот. Ну, спасибо за интервью тогда, рад был пообщаться, на этом, думаю, можно закончить на такой ноте. Продолжение следует...